Всем привет! Пришел запрос от подписчика по поводу комментариев. Он хотел ограничить комментарии, но я не поняла, в своем посте или в другом посте он хотел это сделать. Поэтому давайте я расскажу разом в одном видео о всех фишках насчет комментариев в Инстаграме. Итак, открываем нашу главную страницу. Заходим в настройки. Видим конфиденциальность, комментарии. Теперь давайте объясню каждый пункт, что к чему. Вы можете разрешить комментарии от всех людей, от ваших подписчиков, тех на кого вы подписаны. То есть они могут оставлять комментарии, люди, на кого вы подписаны, либо только ваши подписчики. Также вы можете заблокировать комментарии от одного, либо нескольких определенных людей. Просто выбирая никнейм и заблокировать. Если вам надоел этот человек, либо он вас как-то раздражает. Также вы можете скрывать автоматически оскорбительные комментарии. То есть любой человек, даже не знакомый, напишет вам какую-либо гадость. Мат именно определенно. То, соответственно, он автоматически скрывается. Либо вы можете вписать сюда, ну, вы видите ниже ручный фильтр, определенные слова, которые вас также раздражают, и вы не хотите видеть их. Вот. Вы можете также добавить их в словарь запрещенных слов. И как только Инстаграм увидит, что в комментариях пишут что-то из ключевых слов, вы сможете, точнее, Инстаграм сам автоматически удаляет данные комментарии, скрывает их, и никто их не видит, кроме автора. Вот. Фильтровать слова, на которые чаще всего жалуются, это от Инстаграма, ну, обычно все пользователи на что-то жалуются, на аккаунт, на что-то, ну, и слов соответствующие. Вот. Вы можете это отключить, и, соответственно, вам будут писать люди, которые часто спамят. Вот. И у меня это включено, потому что я не люблю спамеров. Вот. Все просто. То есть это было у нас в настройках. Также в каждом посте, если нажмем на графу «Комментарии» и на три точки, вы можете выключить совсем комментарии. То есть их не будет ни от кого. Вот. Ниже вы можете увидеть «Выбрать скрываемые слова». Это просто переход на настройки. Ну, и снова те же пункты, которые вы видели недавно. Вот. Надеюсь, я разъяснила доступно. Если есть какие-либо вопросы, добро пожаловать в комментарии. Мы вместе разрулим, найдем ответ. Вот. По крайней мере, я вам помогу. И мне будет полезно, если вдруг не знаю ответа. Ну, и вам решение. А насчет комментария подписчика, честно, не поняла. То есть если вы у себя хотите скрыть комментарии от всех, кроме самого себя, то, увы, такое невозможно. То есть вы можете написать пост, в посте текст, а комментарии вовсе отключить. Но они отключатся также и от вас. Если это касается другого человека, другой страницы, чужого, другого человека, вы хотите там написать комментарий, который закрытый, который не имеет доступа на ответ, то, во-первых, такое невозможно. Скорее всего, вы имели в виду, что у человека есть ограничения насчет разрешить комментарий только от подписчиков. И вы видите ответы только от его подписчиков. И вы не можете прокомментировать, пока не подпишетесь. Вот. Ну, либо у него какое-либо из этих ограничений. И, собственно, если вы не входите в данный круг, то вы не можете комментировать. Собственно, если здесь выбрать люди, на которых вы подписаны, могут комментировать ваши посты, то, скорее всего, кстати, можно написать свой комментарий, вот. А другие люди не смогут его прокомментировать, потому что обычно, ну, редко кто взаимно подписывается. Вот, например, у меня в основном в подписках одни блогеры, потому что мне интересно за ним наблюдать. И, соответственно, не все блогеры подписаны на меня. И, собственно, если я поставлю вот данный пункт, на которых я подписана, то получается, что в комментариях, ну, если вдруг я захочу оставить в комментариях коммент в своем же посте, то, собственно, и только я и буду там. Потому что люди, на которых я подписана, скорее всего, даже не знают обо мне. Вот. Вот как вариант. Вот.